На пути к цели 80+. Речь о мужском здоровье. Повышение продолжительности жизни сильного пола сегодня обсуждали на научно-практической конференции. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Мужчины погибают раньше женщин. Это подтверждает и статистика. Разница достигает 15 лет. Что делать? Один из ответов на этот извечный вопрос – задуматься о своем здоровье. В зоне риска те, кому за 30. Главный внештатный специалист Минздрава страны говорит, что помогать сильному полу должна прекрасная половина. Семья – основа народосбережения. Молодоженам сегодня вручили специальные сертификаты для консультации у врачей перинатальных центров. Мужское здоровье в женских руках. В ваших руках от вас зависит, как будут чувствовать себя мужчины. Они для вас это и хотят. Но с другой стороны, если женское здоровье, вернее, мужское здоровье зависит от женщин, то женское счастье от мужчин. Поэтому давайте вместе тогда будем работать на то, чтобы и мужчины, и женщины были здоровы, и дети тоже наши были здоровы и счастливы. Ну и, соответственно, самое, наверное, важное – это его окружение, социальное окружение, та социальная среда. В вашей республике этот, насколько мы сейчас видим по целому ряду направлений, этот вопрос решается, наверное, лучше, чем в других регионах. Ожидаемая продолжительность жизни будет расти – это задача национального проекта. Глава региона отметил, что далеко не все здесь зависит от медиков. Здоровье или вредные привычки – выбор каждого. Но органы власти должны стимулировать людей заниматься спортом. Мы должны научиться управлять теми процессами, применяя, используя разные инструменты, где мы должны убедить людей, чтобы они, соответственно, несли, с одной стороны, ответственность и начали управлять здоровьем своего организма. Государственная политика президента России Владимира Путина направлена, вот ключевое слово, на народовосбережение. Огромные средства выделяя на стимулирование рождаемости, ряд других вопросов, сегодня практически нет в мире такого государства, это я тоже открыто, публично хочу сказать, который бы несла такую ответственность, значит, по поддержке граждан. С факторами риска мужского здоровья необходимо начинать бороться в среде молодежи, отметил Михаил Игнатьев. Это очень важно, потому что по республике, если взять только цифры прошлого года или среднестатистические данные за 3-5 лет, мы в год теряем от 3, раньше было до 5 тысяч человек. Задача не только лечить, а не дать заболеть. В стране планируют реализовать федеральную программу профилактики здоровья. Для республики это приоритет. Просто сейчас как-то лечить, может быть и хорошо, но запущенные последствия, как сейчас по факту происходит. А построить такую систему, которая позволяет человеку не дать заболеть. Это другая совсем модель здравоохранения. И предложить яичу вашу как наиболее структурный и организованный регион, как пилот в пилоте, чтобы образцово-показательная была модель, которой все могут потом смотреть и равняться. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.